Металлодетектор на входе, видеокамеры в аудиториях, системы безопасности и контроля в этом году усилили. Первым делом зампредседателя правительства Ольга Гологец оценила в действии технические инновации в сочинской 10-й школе. В аудитории у нас по две видеокамеры. Вся продолжительность экзамена записывается на видео в двух экземплярах. Один экземпляр мы передаем в край и один остается храниться у нас. Дополнительные меры контроля вполне оправданы. Делятся школьники еще до начала экзамена. Если ты готов, то все свои знания ты хорошо напишешь и все как нормально. А так камеры это все не отвлекают, ничего не пугают. Через несколько часов после сдачи ЕГЭ по физике и иностранному языку мнение выпускников не меняется. У вас в классе все поддерживают то, что нужно по-честному сдавать ЕГЭ? Ну, я не знаю. Да, да, конечно, наверное. Ну, а как не по-честному, все равно это знание, ты приходишь, ты сдаешь и все. Правильно. Успехов. В школах Краснодарского края ЕГЭ проходит в соответствии со всеми требованиями. Докладывает федеральный инспектор из Ставрополя. И эта практика привлечения ревизоров от Рособранадзора из других регионов тоже реализуется впервые. Я как федеральный инспектор Рособранадзора хочу сказать, что все идет очень объективно, потому что работают общественные наблюдатели в пунктах проведения экзамена, работают общественные наблюдатели и в региональном центре обработки информации. Все идет очень серьезно. Ольге Голодец показывает оборудованную под медицинский пункт классную комнату. Врачей переместили сюда на время ЕГЭ специально, чтобы они находились как можно ближе к экзаменационным аудиториям. Мы не сократили ни одного, не закрыли ни одного медпункта, хотя это сейчас хозяйственная деятельность школы, но мы категорически запрещали, потому что считаем, что это первая помощь, которая близка к детям. Нововведения для прозрачности единого госэкзамена были необходимы, уверена Ольга Голодец. Она была одним из разработчиков дополнительных мер контроля. Я удовлетворена теми ответами, которые я получила, и теми лицами ребят, теми их эмоциями, их эмоциональным настроем. Мы пришли в случайную школу. Никто не знал, что я приеду в Сочи, и никто специально не готовился. Поэтому я думаю, что случайный выбор полностью себя оправдал. Мольберты прямо на тротуаре, музыка из окон и радостные детские улыбки. В Бадлерском центре дополнительного образования «Ступени» Ольгу Голодец и Галину Золину уже ждали и показали самое лучшее. Если бы я увидела, я бы решила, что это профессионально. Мне очень нравится. Просто дарование. Редко. Спасибо вам большое. Центры уже 60 лет. Здесь танцем и вокалом, изобразительным, театральным искусством и декоративно-прикладным творчеством одновременно занимаются до 2000 детей. В ступенях 5 образцовых коллективов. В пошивочной мастерской центра подчас создают настоящие шедевры. Благодаря краевой программе «Модернизация учреждений дополнительного образования» здесь появились уникальные швейно-вышивальные комплексы. Это да, вот это у вас костюмы, девочки. Побывали Ольга Голодец и Галина Золина в музее истории Сочи. Во время большой экскурсии вице-примеру рассказали о природе курорта, уникальности Черного моря, о значимых событиях региона. Показали и самые ценные экспонаты. Древнее золото, Кубань и Причерноморье, украшения, предметы быта и оружия из гробниц в окрестностях Сочи. И даже настоящую капсулу, на которой приземлялись космонавты. Люди, которые здесь работают, продолжают те традиции, которые были заложены в основу Сочи. И одновременно стремятся сделать что-то абсолютно новое. То есть сегодня и сочинская медицина, и сочинское образование – это на самом деле очень хороший уровень развития социальной сферы. Мы тоже этого не можем не признать. Музеи укомплектованы технически, рассказали гостям руководители учреждения. К услугам посетителей аудиогиды на трёх языках, а за безопасность отвечает современная система сигнализации. Ольга Голодец отметила, собранным коллекциям позавидовал бы музей любой мировой столицы. Кристина Мрук, Александр Киреев, 9 канал, Сочи.